Стратегия Стратегия – это, наверное, то, в моем понимании. Это определение цели и пути ее достижения. Поэтому мы прекрасно понимаем, что пути могут быть разными. На этой пути мы можем, собственно, встречать разные проблемы, определять методы методологических решений. Собственно, с этими проблемами, каких-то стратегических вопросов, компания-оператор связи сталкивается с историей, с которой существовало. Надо признать, что на протяжении всей этой истории мы всегда говорим, что оператор связи всегда догоняет какое-то светлое будущее. Потому что всегда мы говорим, что это сейчас происходит, это происходило 10-15 лет назад, всегда мы слышим в свою адрес примерно одно и то же, что у нас некая лякость, как в данном случае. Тельман принимается, инфраструктура, которая очень старая, которая уже, собственно, не может модернизироваться. То есть, износ ее крайне высок. Она очень дорогая, она очень сложная, в том числе и сложная с точки зрения внедрения новых сервисов. Сервисы внедряются в многообразие. Это всегда так. И, наверное, сторонний взгляд предполагает, что сеть операторов связи будет примерно таким образом. Это, наверное, типичный инженер, который пытается внедрить какой-то новый сервис. Но это вот так вот выглядит текущий соток. И достичь то мы должны, конечно, светлого будущего, того самого future pro, 15 лет уже достигаем, эффективного каплекса, эффективного опекса и бесконечного нового тайга маркета. Выглядит это будет естественно вот таким образом, и управляетели будут вот такие. Ну, жизнь, она, конечно, чуть более приземленная. Вот такие граничные оценки, они, конечно, немножко искажают действительность. Ну, пару примеров приведу, собственно, просто визуально. Наша технологическая площадка, лего-сехнологическая площадка в Челябинске, наша лего-сехнологическая площадка в Новосибирске. Вы видите стойки, вы видите соответственно провода, которые где-то там подходят, есть же системы инженерного обеспечения и так далее. А вот некий СОП. СОП перспективный, тоже стойкий, тоже, собственно, та же самая инфраструктура. Поэтому внешне, конечно, для оператора связи, когда мы говорим о следовом будущем, наверное, ничего сильно не поменяется. Мы должны иметь какое-то оборудование, оно должно быть каким-то образом подключено, мы должны управляться и так далее. Этого оборудования, кстати, будет достаточно большое количество. Значит, суть этих изменений, трансформации инфраструктуры, она где-то внутри. Внутри вклады. И вот в первой части сегодняшней конференции много говорилось об облаках. К сожалению, вот год от года мы опять же, обсуждая эту тему, говорим об облаках. И я практически уверен, что большинство представляют себе примерно таким образом. Максимум вот таким. Для того, чтобы понимать проблематику, детали, двигаться дальше, инженерный взгляд, конечно, гораздо более сложен. Как видите, здесь уже не столько романтики, сколько интерфейсов, сколько технических проблем, каких-то вопросов взаимодействия и так далее. Картиночка, понятно, что ETSI, она там какого-то года, сейчас она и стала еще более сложной. Оргистрация, которая вот эта сбоку, она вообще превратилась в отдельное большое какое-то объединение квадратиков. Вот. Но именно вот здесь кроются все детали. А для того, чтобы в этих деталях разбираться, понимать, собственно, что с ними не так, как их изменять, надо определиться, наверное, с терминологией. И вот опять же, первая часть сегодняшней конференции опять говорит о том, что многие по-разному понимают термин виртуализация, термин клауд. Вот я, буквально, остановиться на этом чуть более подробно, буквально пару минут. Это общая картина, да, что уже много раз произносилось. Есть какая-то сеть, она легоси, она, собственно, на... Каждая функция подняла на каком-то своем оборудовании. Это оборудование имеет какие-то свои циклы развития, какие-то ограничения и так далее. Каждый раз мы сталкиваемся с отдельным оборудованием, с отдельным вендором и с его проблемами. Переходя на некую общую инфраструктуру, эти проблемы исчезнут. Но вот понятие, собственно, виртуализации клауд, она может быть несколько... На ином уровне нужно уже рассматривать. Значит, я предлагаю шажок в глубину. Не очень сильно. Ром Лазеев еще глубже скакнул, так сказать, квадратики схемы. Я сегодня такие схемы не буду применять. Вот легоси. Принципиальное понимание легоси — это то, что вот вендор 1, вендор 2 имеет некий свой характер, он может его уявить, собственно, но он за него отвечает полностью. Некая операционная система, опять же, своя, разработанная, адаптированная по задаче той функции, которая находится сверху. Будь то мобильный коммутатор, пакетный коммутатор, DPI и прочих задач. При этом, какие функции этой системы распределяются по этому стеку — это задача абсолютно верно. и оператор, собственно, использует уже готовый продукт, он знает, собственно, его все характеристики и может вообще ли с поставщиком этими характеристиками оперировать, а также, собственно, прогнозировать загрузку, расширение, дальнейшее развитие. Следующий этап, о котором часто говорят — это виртуализация. Вот виртуализация в том виде, в котором, в принципе, мы сейчас привыкли видеть, и которая, наверное, на текущий момент наиболее доступна, она вот здесь. Это, опять же, вендор-специфик, некая инфраструктура. Важно понимать, что вендор уже каким-то образом минимизировал свои касты, используя не какое-то, там, пропаитарное, а некое оборудование x86, при этом оно тоже может быть carry-grade или достаточно серьезным по производительности и так далее. Но это решение, опять же, все равно вендора, это не решение оператора. Вендор сказал, что я хочу использовать оборотные очки, delta и так далее для решения своей задачи. Дальше поднимается некая среда виртуализации, появляется понятие host OS, GSTS, и на верхнем уровне вот такого, такой вот вертикально интегрированной виртуализации поднимаются функции этого вендора. Что в данном случае происходит? В данном случае мы понимаем, что уже какие-то оптимизации харда, софта и так далее вендорам проведены. Наверное, этот шаг уже дает возможность нам говорить о снижении кабельса, как минимум в спорах или в тендерах, и некой, может быть, такой вот, как ее назвать, такой изолированной виртуализацией определенной функции в рамках одного вендора. Вопросы SLA, вопросы capacity, вопросы peer support они как-то остаются абсолютно такими же, как выились. И вот этот этап на текущий момент, по большому счету, очень много, к сожалению, представителей рынка, при том абсолютно разные, путают с клубом. Сознательно или не очень, но, собственно, это происходит постоянно. Аклауд, это тот будущий шаг, это как раз та самая единая инфраструктура, харда определенного, скорее всего, самим оператором и владельцем этого решения, и поднятой на ней различных операционных систем для задач различных людей. Здесь уже в полный рост возникает вопрос о надежности решения, модификации решения, n-to-n-t-cLA, возможности переиспользования или не переиспользования вот этого решительного действия между функциями и много-много других. В условиях того, что мы все-таки сейчас, скорее всего, сконцентрировались на вопросах именно темы к клубу, задачи телеком-оператора. Это слайд не для того, чтобы рассказать о том, как это здорово, а чтобы порассуждать на тему, чего же мы не видим. Значит, уже много произнесено, и сегодня в том числе, потому что все это в той или иной степени должно принести экономику Apex, Apex, быстрого запуска и так далее. Но насчет Apex ценообразования – это вообще вопрос достаточно индивидуальный для любого оператора, вендора и так далее, договорной, я бы сказал, даже где-то эффективный. Поэтому я тут, наверное, не буду особенно углубляться. Вопросов Apex тоже достаточно непросто, и один из предыдущих Арамовского сказал утверждение, что это не об Apex, я тоже так считаю, потому что, как минимум, на начальном этапе мы вступаем в некую новую парадигму, а когда у нас часть функций, наверное, уже виртуализированы в облаке, часть функций еще в телках, в лекисе, у нас есть, должны быть эксперты и там, и там, должны быть какие-то разработаны новые процессы и процедуры, и пока мы не перейдем, наверное, в общий облак, говорить об какой-то эффективной Apex-модели для этой истории пока прежде времени. Быстрый запуск сервисных функций – вот здесь очень важный, вообще такой, я бы сказал, исторический вопрос. Анализировали мы тоже этот вопрос, однозначно не можем сейчас на текущий момент сказать, что это действительно так. Да, в определенном смысле, когда мы говорим о том, что функция виртуальная, это пока все-таки гипотеза некоторая, виртуальная функция уже отработана, она верифицирована, есть ли какие-то конфигурации и так далее, в этом облачном, таком, слоеном пироге уже сделана, то, наверное, масштабирование ее с помощью системы оркестрации и так далее может быть гораздо быстрее. Реальная жизнь несколько иная. Собственно, для того, чтобы масштабировать, функция не живет одна. Основные вопросы, даже сейчас, с которыми сталкиваются операторы, это не монтаж стойки, не подключение питания, не подключение кабелей какие-то, это настройка интеграции со всем внешним миром. Она не происходит нажатию кнопки ни в каком облаке. Собственно, как бы и чейнинг, о котором тоже идет речь, вот такой вот сервис не в понятии пользователя, а сервис в понятии оператора. Он тоже не автоматизируется еще на текущем уровне. И вот эта часть интеграции, она никогда не уходит в облаке, она не является. А вот вопросы такие ориентичные услуги, смены релизов, тестирование нового функционала, притом их у вас появляется гораздо больше, они, собственно, удлиняют процесс вот этого исследовательской части. Поэтому здесь есть определенное тоже такое лукавство, когда говорится о том, что мы что-то сделаем гораздо быстрее. То есть какой-то кусок задачи может быть быстрее, за счет централизации дата-центров, конечно, меньшее количество раз придется применять. про лаву попрощается. Но начальный этап, наверное, усложняется. О новых услугах тоже сегодня была вещь. Мы тоже очень сильно думали, когда это, в первую очередь, это вопрос кейса, как нужно подойти к этой задачи. Вот с новыми услугами тоже не все так просто. Я могу утверждать, что никаких новых услуг, вот именно пользовательских услуг, инвестий на текущий уровень не несет. То есть о чем можно говорить в облаке? Можно говорить, что, наверное, задачи по запуску каких-то каких-то делаются быстрее, может делаться быстрее, может быть оперативно, так сказать, изолированно создать какую-то цепочку или там сегмент целой сети. Но, опять же, рынок достаточно ограничен в России для того, чтобы этим заниматься, так сказать, системой, автоматизировать и так далее. На этом не заработаешь. Каких-то других новых сервисов, там, интернет-вещей и прочее, он еще не сформировался и тоже непонятно, как он напрямую ведется вот с задачей виртуализации функций. Поэтому на текущий момент вся история с виртуализацией, она считается исключительно на экономии на капексе, как отбирается тендер, насколько будут какие-то хорошие цены и на каком уровне сейчас находятся вот этих цен операторы. Наверное, какие-то новые модели, там, лицензированные и так далее. Роман упоминал. С производительностью вообще сейчас супруга, я чуть-чуть позже расскажу. Единую упрощенную инфраструктуру года через 3-4, когда она действительно будет единой. Значит, на этом нелегком пути, конечно, большое количество помощников организовалось. Собственно, здесь вот мы условно разделили. Я сразу прошу прощения, это хендмейт, это не откуда скопированный слайд. Наше внутреннее видение, если кто-то кого-то здесь не увидел, это не значит, что их нет. Просто мы их не исполнили. Соответственно, как бы у нас появляется там новый пласт взаимодействий, пласт поставщиков. Отдельно хард, отдельно софт можно рассматривать, софт имеется в виду уровень виртуализации. Отдельно поставщики, которые занимаются виртуальными функциями и собственными системами аргистрации. И одна из идей всей этой истории с OpenStay, с OpenSource и так далее была в том, что за счет как раз повышения конкуренции на этом рынке можно добиться свежения цен. И если эту картинку отрисовать на год-два назад, она будет выглядеть несколько иначе. Действительно, скорее всего, можно было бы определить точность сегмента поставщиков, которые специализируются на каких-то одних функциях. Но я бы обратил внимание на этот центральный кружок поставщики, которые всем хорошо известны, операторам в особенности, которые, в общем-то, как универсальные магазины, подглавляют опять все под ключ. И здесь опять дилемма. Идти в историю, всегда выбирать на всех уровнях что-то лучшее, что-то необходимое вам и самим собирать, или отдать это собственной науке кому-то одному в утрен, кто это сделает в гарантировании. И вот тут опять возникает некий нюанс, связанный с тем, что мы при этом не возвращаемся назад и просто не продвигаемся вперед. Это реальность сейчас такова. Значит, по функциям, которые сетевые, сегодня кусками звучало, сетевые функции, готовность, со стороны вендора, готовность, наверное, со стороны, так сказать, функционала, который вендор уже готов перенести, это Fitchy Previd называется, и зрели виртуальные решения, насколько они заявлены уже. Ну, в общем, за 2016-2017 год подсвечены желтым уже таким цветом функции, которые на наш взгляд, собственно, уже, так сказать, определенной зрелости достигли, почему-то EPC два раза и все это другое. А вот начиная с DPI, Firewall и вот туда-далее, здесь уже я бы отдельно остановился. Функции DPI, Firewall, блок-балансник и часть функций EPC, на наш взгляд, в общем-то, с точки зрения функционала, может быть, они какой-то зрелости и достигли, а вот с точки зрения производительности еще не факт, потому что сетевая функция, она внутри себя, как вы прекрасно знаете, не монолитная, достаточно большое количество различных компонентов, блоков и так далее отвечающих за различные задачи, и виртуализируются они по-разному. В частности, задачи обработки сильных клеймеров, вот они хорошо виртуализируются, а вот обработки пользовательского трафика, особенно глубокого анализа, то есть работа с балансингом или фейерволем какой-то и так далее. Вот эти вещи, они в Legacy были уже реализованы, так сказать, частично на уровне хода, и виртуализация, мягко говоря, в производительности не способствует. А сервер, мы прекрасно знаем, что обычный X86 сервер имеет некую ограниченную производительность, она не бесконечна. Виртуальная машина, она тоже, несмотря на все функции скейлинга, она тоже не безгранична. И как только мы начинаем вот эту глубокую нарезку, понимая еще, что мы строим большие централизованные платформы, возникают вот эти сложные уже архитектурные вопросы, связанные с тем, как это балансить внутри, а балансить нам тоже с помощью софтового балансера, у которого тоже есть ограничения по производительности, по функционалу в том числе. И вот эти вещи, они пока еще находятся, так сказать, на недостаточном этапе, на мой взгляд, и несут определенные риски для запуска. Хотя мы, в принципе, по этому пути сейчас идем, просто не могу пока вам сказать ничего конкретного, потому что на реальной сети еще пока не протестируем. Звучали вопросы про голос сегодня в МСС, здесь история больше не в том, что вендора не готова, а в том, что регуляториками готова в этом плане. Плюс, бизнес и вся эта история тоже не понятен. Мы прекрасно понимаем, картинки сегодня тоже были у коллег, что роста в сегменте передачи голоса сейчас большого нет. Мы достигли определенной планки. Такой рост уже экстенсивный. И есть много рисков и так далее. Инфраструктура создана, она работает, и инвестиции в нее не столь значительные. Вопрос с фортализацией, он направляется в кейс. Кейс здесь пока большого не видно. Плюс, нас создает регуляторика в части САРМА в первую очередь, потому что централизация в МСС большого опыт развивает очень серьезные изменения инфраструктуры САРМА. А это тоже серьезные инвестиции. И вот здесь вот мы сталкиваемся с этой проблемой. При этом надо еще понимать, что в МСС это не все, еще есть медий гейтвей, а медий гейтвей все-таки должен быть в филиаре, в федерации, и он уже не централизуется. А легоси на сервере уже не имеет такого значения, потому что все равно есть стойка, все равно есть оборудование, все равно должна быть его эксплуатация на месте. Не говоря уже о том, что все, что не IP, а в виртуализированной истории не работает, это, собственно, есть еще и TDM-ные истории, я думаю во всякой операторной связи. SDM, STP, вот эти вещи тоже покапывают вопросы именно с точки зрения экономики. Виртуалрам это, наверное, опять же, где-то там в 20-м. И некая суммализация, собственно, куда идти, с чем столкнуться. Значит, конечно, оператору важно понимать, что он виртуализирует, это уже вопрос экономики, какой-то внутренней стратегии. Где он виртуализирует этот вопрос? Есть, наверное, очевидные вопросы, которые оператор сам себе задаст, но есть какая-то и специфика. Отсюда будет танцевать инфраструктура транспортной сети, потому что когда мы централизуем что-то, и у нас большое количество филиалов, страна у вас при этом не централизуется, нам необходимо помнить и о задержках, и о надежности транспортных каналов и так далее. Собственно, все эти вопросы в транспортную сеть, в СДН и прочее. Сертификация, условно, вопрос очень открытый сейчас. К сожалению, мы его не можем пока сделать с мёртвой точки. И то, что сегодня уже звучало неоднократно, это действительно всё, что связано в взаимодействии оператора с вендором по вопросам надёжности, сертификации, верификации решения, кто за что отвечает и так далее. И о вопросах внутренней эксплуатации решений, потому что есть часть IT, есть часть традиционных людей, отвечающих за отделку решения, и это тоже вещь, которую оператор внутри себя должен для этого решить. Не к консуммированию той части, которая говорит о верификации и подходах к разделению взрыва ответственности. Мы сейчас на текущий момент можем сказать, что видим три разных причин. Когда оператор строит облако и сам принимает решение, что мы будем этим центром экспертизы, это, соответственно, дополнительные инвестиции в ЛНД, это более высокий уровень оплаты сотрудников, которые там работают, и затраты на собственную лабораторию, потому что мы должны, по сути, стать центром авторизации и верификации решений в нашем облаке, в том числе, естественно, проводить нагрузочность и так далее. Второй путь может быть на текущий момент наиболее предпочтительный, с учетом все-таки какой-то, так сказать, сегментации задач по виртуализации функций, это когда виртуальная функция или поставщик виртуальной функции является ответной точкой. Возможно, он сейчас наиболее проработан. И вот о безлучнице, о том, чтобы каким-то образом системно решить этот вопрос условно на системный интегратор. Системный интегратор не надо принимать сразу на свой счет, но это некая дополнительность. То есть это третья сторона, которая выступает судьей. И, наверное, оно удобно. Это некий сервис, который операторы могут спросить. Все верифицируете, соответственно, все участники, если с ним согласны. Дальше следует результатам проведенной сертификации, верификации, в том числе и в вопросах каких-то экономических, выставления каких-то претензий. Но этот путь еще пока в России трынг, наверное, в России пока еще не сформировался. Да и по миру я пока тоже таких решений не видел. Ну, суммирую заключение. Слайд действительно взят вообще с прошлого года, с этой же конференции. Думал, что он закончил, но, к сожалению, можно сказать, что вот из вопросов, которые год назад казались нам актуальными, ну, наверное, один серенький подсвечен, можно, наверное, сказать, что он в той или иной степени продвинулся. По всем остальным вопросам есть действительно очень серьезные проблемы. И они сейчас действительно на плечах и в головах больше оператов, чем производители.